Итак, я вас приветствую, видео про Хонду. Прошла машина, у меня 300 тысяч, ну, у меня лично в моем пользовании 81, ну, 80, огруглим. ТО, ну, небольшое с рассказом, ну, ТО, как бы обычная замена масла колодок, то есть, вон оно, масло, вот они, колодки. И регулировать клапана в этот раз я не буду, я в тот раз регулировал, это как-нибудь отдельно порегулировать, ну, и так, плюс-минус общая информация. Значит, хочу рассказать про масложор, это же Хонда, она не может жрать масло. Тут история, которая происходит с движком, я вот кому не рассказываю, все на меня так смотрят с такими, типа, удивленными глазами, типа, да, что так может быть, и, типа, такое бывает. Короче, взял я эту тачку на 220 тысячах, ну, там, 219, там, что-то такое, 220. Изначально здесь был расход масла литр на тысячу, то есть, вот ты проезжаешь штуку километров, четко ты туда литр доливаешь. Что я сделал? Я делал то, что я делал и раньше, и всем рекомендовал. Значит, взял автомобиль, поменял здесь масло, заменил, проезжаешь тысячу километров, меняешь масло без фильтра, просто сливаешь, заливаешь новое. Проезжаешь еще тысячу километров, опять меняешь масло без фильтра, слил масло, залил новое. Проезжаешь еще 2-3 тысячи, меняешь масло с фильтром уже. И после этого ты ездишь и меняешь масло там раз тысяч в семь Ну, кстати, здесь я ездил крайний раз, когда я менял масло Получилось так, что я накатал 10 вместо 7 Ну, так получилось из-за свинособачьего ига Там, в общем, другие были проблемы, но не суть При этом, что получилось? То есть, во-первых, расход стал уже не литр на тысячу, а пол-литра И самое удивительное и главное, что этот расход стал нефиксированным То есть, я вот за эти 80 тысяч я так и не вывел какой-то зависимости Зависимость следующая То есть, тачка, вот ты проверил уровень, все, да? Ездишь, тысячу километров проезжаешь, щупом туда раз-два, не хватает Ты пол-литра туда долил Поехал, ездишь еще тысячу километров Абсолютно тот же режим Город там, трасса, пробки без пробок Малая скоростя, большие, без разницы Ездишь тысячу километров, раз, щупом, масло стоит на месте Еще тысячу ездишь, раз, масло стоит на месте Еще тысячу ездишь, раз, о, надо долить пол-литра Долил, поехал И вот в таком режиме он у меня прошел 80 тысяч Причем, вот это вот, с доливанием масла Сначала первые, там, тысяч 20 я довольно часто это делал Ну, доливал я имею в виду Потом, после того, как я позаменял масло и так далее И двигатель у меня крутится все время в районе 3-5 тысяч Вот, ну, то есть его рабочие обороты После этого все стало, ну, то есть реже вот эти вот доливки у меня стали Да, расход присутствует, но намного реже Но какая-то зависимость, чтобы была Ну, типа, например, ты там в пробках стоишь, масло жрет, в пробках не стоишь, масло не жрет Или ты там ездишь по трассе 90, масло не жрет, едешь 160, 180, жрет Такого нет, то есть абсолютно один и тот же режим езды Ты можешь валить по трассе 180, масло не уходит Ты можешь валить по трассе опять те же 160, чуть-чуть ушло Ты можешь ехать 90, то же самое, масло либо не ушло Либо потом ты каждый раз проверяешь То есть это не то, что ты там, оно уходит больше, либо меньше Нет, ну, то есть вот какая-то, какая-то такая зависимость Причем топливо здесь, газ Ну, то есть можно там сказать, что, ну, может бензин какой-то хреновый попался Там были позывы на детонацию, где-то зажигание упозднилось, где-то еще чего-то Там нагрузка возросла, и он масло подожрал А тут бензин получше, он, ну, не жрал Нет, ну, то есть он все время у меня с газом ездит, бензин, ну, только для запуска, для прогрева Ну, то есть, но факт остается фактом После того, как я вот так вот сделал, то есть менял масло Тысяча замена, тысяча замена, три тысячи замена И по семь тысяч, и двигатель кручу, там, ну, его режим работы нормальный, это три, там, пять тысяч, да То он стал расходовать масло значительно меньше от того, что было Ну, то есть я уже в старых видео постоянно повторяю, что езда в натяг на технике Она ее реально гробит Даже современный дизель, когда ты насилуешь его в натяг, вот этот вот коммунрейловский все Это его гробит, у него есть режим работы, средние обороты, на которых нужно эксплуатировать двигатель В общем, в остальном, вот у меня тачка во владении, как я уже говорил, 80 тысяч, я все время это повторяю Да, что, какие вообще проблемы у меня были из каких-то глобальных Ну, вот колодки я меняю Первый раз я колодки поменял, когда купил тачку Второй раз я поменял передние колодки И сейчас третий раз передние, и второй раз получается задние Так, значит, у меня забился радиатор-кондиционер, я его поменял Ну, сейчас я понимаю, что лучше бы я этого не делал, потому что вся система по итогу стала сбыть Там надо было лезть и все такое прочее Ну, то есть, ну, вот кондиционер-радиатор, ладно, значит Во-вторых, я поменял радиатор, который охлаждение, вот этот вот Потому что старый у меня вот здесь вот начал течь, ну, то есть он, что-то с ним произошло То есть он, я не знаю, может от вибрации раскрылся, но, в общем, отсюда он начал у меня течь Также я заменил две шаровых, это в самом начале было Сайлент-блоки я заменил И я заменил одну стойку, вот эту вот правую, получается, ну, пассажирская, которая Она текла, причем я не ощущал никакого дискомфорта раскачки Я, ну, она просто текла, я ее просто, ну, взял и поменял Это было в самом начале Также в самом начале, это, вот я имею в виду в самом начале, это пробег где-то до 10 тысяч Я поменял внутренний правый трипоид Потому что у них есть такая болезнь Ты, когда разгоняешься, у тебя появляется вибрация на руле У тебя руль вот так вот ходит, трясется торпеда И такое впечатление, что там двигатель не прикручен На самом деле, это проблема в внутреннем трипоиде То есть я его поменял Собственно, из глобальных проблем по автомобилю Ну, не считая то, что мне там два раза его коснули, бампер оторвали, фару разбили Ну, то есть я это не считаю, то есть это, как бы, ну, такая поломка То есть, кроме этого, в принципе, ничего я не делал А, ну, еще я забыл сказать, что я с колодками в самом начале, когда менял колодки, я диски новые поставил Вот, потому что они уже были не очень такие веселые Ну, и все, собственно, ну, аккумулятор, как бы, у меня, ну, я не считаю Причем, с аккумулятором получилось так, что стоял изначально вот такого типа Форсы, вот этот вот, там, по-моему, 60-ка, если я не ошибаюсь Причем новый, мне тачку продали Я, кстати, посмотрел, думаю, вот такой аккумулятор стоит Думаю, блин, это ненадолго Ну, и что вы думаете? Новый аккумулятор, зарядка, все нормально Я покатался где-то месяца 8, ну, может, 9 И зимой он у меня сдох А этот аккумулятор, это вообще не отсюда, он у меня просто был для запуска дизельного двигателя И он сюда встал, он даже не прикручен, потому что он вообще не отсюда, он как бы не становится Ну, вот он какой-то турецкий Вот, что-то там такое, короче, ну, вполне адекватный аккумулятор Вот, но это к машине, к поломкам не относится То есть, по каким-то глобальным поломкам, то есть, заднюю ходовую я не трогал Я хотел поменять пружину, но я их так и не поменял Я делал там домики, проставки, жлоб вариант, конечно, но как бы, что сделаешь Все остальное, вот сейчас у меня проблема нарисовалась в том, что печка начала хреново греть То есть, ну, по-нормальному это надо, ну, я смотрю, то есть, краник как бы работает, все работает Я так понимаю, забился радиатор печки Ну, то есть, чтобы поменять радиатор печки, то надо там салон разбирать Ну, пока оно не настолько критично, то есть, нету какого-то дубаря в машине Вот, причем печка там, ну, типа двухзонный климат-контроль Водителю идет воздух такой себе комнатный, а пассажиру нормальный Ну, то есть, в принципе, в машине, как бы, ну, пока вот на данный момент Сейчас вот, что у нас, не очень весело на улице То есть, я пока этим заниматься особо, у меня нет желания По двигателю, то есть, я ничего не делал, кроме как регулировал клапана Но еще я здесь поменял, ну, даже не я, а ребята из Хонда-сервиса Артем, вот, РТМ-гараж Вот там вот прокладка, вон, прикручен болтик на 10 Там прокладка системы ВТЦ, ну, то есть, ВТЦ, ну, управление в ТЭКом То есть, ну, и глушитель у меня там несколько раз обрывался Об этом у меня есть видео, но там из-за того, что было колхозно сварено И первые разы я тоже там что-то варил колхозно Кстати, ту систему, что с пружиной я сделал, до сих пор работает Так что, в принципе, было не зазря Ну, а так-то, в принципе, все То есть, вот, бывает владельцы там каких-то других автомобилей Говорят, там, вот, я купил тачку На 20 тысячах я сделал это, полную там капиталку ходовки А на 50, там, или на 40, мне пришлось двигатель менять Ну, или там что-то головку делать, еще чего-то Вот, кстати, предыдущий хозяин, он мне говорил, что на 200 тысячах По регламенту здесь нужно было менять цепь И они поменяли цепь с натяжителями Ну, типа, мы, говорится, разобрали Старая была нормальная Ну, типа, я же купил Ну, как бы, вот, извольте, пожалуйста, поставить Поэтому там все, как бы, вот, обслужено в этом плане Ну, как бы, все, мне добавить по поломкам нечего Вот, то есть, что-то я там колхозил, ремонтировал Я вот сейчас пытаюсь вспомнить что-нибудь такое, чтобы, ну, реально мне, как бы, сказать нечего Не знаю, что я могу сказать, что с самого начала у меня, когда я взял этот автомобиль Я вот поездил несколько дней, и я ужаснулся от того, что у меня выбивает иногда вторую передачу Причем выбивает вторую передачу, когда ты едешь потихоньку по какой-то местности Ну, даже не вот такой вот местности, а именно должны быть лежачие полицейские То есть ты потихоньку едешь, типа, газ даешь, газ сбрасываешь туда-сюда И в какой-то момент, тык, ее выбило Но это явление довольно редкое было Я уже так узаснулся, думаю, все, капец, надо коробку искать, что-то делать туда-сюда Вот, но факт в том, что я езжу так до сих пор То есть до меня ее как-то, ну, по всей видимости, уграли, разбили И я езжу до сих пор Кстати, да, я не упомянул про двигатель Ну, это не поломка, это мой, как бы, ну, косяк, да Что у меня была история с прошивкой Я хотел поднять холостые обороты, у меня есть видео об этом В итоге там получилась полная шляпа И пришлось перепрошивать его там, перенастраивать Но это как бы не поломка, то есть он работал нормально Вот, а, кстати, да, к поломке я могу добавить У меня как-то сдохла одна из катушек Я теперь с собой запасную вожу На всякий случай, она у меня в подлокотнике лежит Ну, вот, как бы, да, есть вот такое Ну, вообще, в начале видоса я сказал, что колодки надо поменять Ну, я немножко погорячился Но то, что диски здесь уже такие подпиленные Это да, то есть как бы их по-нормальному тоже можно чуть позже поменять Но колодки, то есть что-то я до этого смотрел Там колесо стояло, все, и мне показалось, что там они совсем печальные А здесь они еще плюс-минус рабочие Ну, поменять можно, но, как бы, я не буду загвоздка в чем Дело в том, что вот эти вот диски черные, железные Когда я поставил новые диски, новые колодки Я сюда накинул колесо И оно мне задевало где-то вот здесь вот по суппорту И мне пришлось прокладывать сюда шайбы Для того, чтобы, ну, либо, то есть, прокладывать шайбы Либо поставить старые подпиленные колодки Либо там старые диски, да? Ну, то есть, как бы решение проблемы И для того, чтобы его немножко, ну, как-то убрать суппорт относительно колеса И сейчас я посмотрел, что зима Ну, во-первых, максимальная скорость у тебя из-за погоды снижается Ты уже так 160 не вольнешь свободно, как летом Во-вторых, по вот такой погоде ты едешь, идет торможение двигателем В основном, то есть тормозами Я, по крайней мере, я, как более опытный, скажем, водитель Пользуюсь значительно меньше тормозами зимой, нежели летом Поэтому это еще будет стоять Ну, и к тому же, то есть, мне облом сейчас просто морозить задницу, менять То есть, если это критично, да, надо сделать Если это не критично, значит, оно еще поедет Ну, в данном случае оно поедет Но я смотрю, что весной надо будет поменять здесь уже диски Потому что диски за 80 тысяч Ну, да, оно еще зиму поедет Но на весну колодки диски must have поменять это однозначно Ну, в принципе, та же самая картина сзади Также за эти 80 тысяч Это я все проехал на газу То есть, у меня система BRC Ну, вообще, эта система дорогая Она здесь стояла Я не могу сказать, что она мега-турбо-офигенная И лучше чем-то, чем стак тот же самый Но факт остается фактом 80 тысяч на газу И за все это время регулируя клапана Я только один-единственный раз нашел пару клапанов Которые были поджаты Зазор на выпуске был вместо 0.25, по-моему Что-то там 0.15 или что-то такое Ну, то есть, я сделал больше Я же не помню точно величину Но там он был где-то на десятку меньше То есть, я его поправил Но при этом автомобиль не тупил, ничего То есть, я его поправил и все Впуск нет При этом, ну, то есть, автомобиль идет нормально Ничего нигде не выгорает, не прогорает и тому подобное Один из важных параметров, на мой взгляд Я считаю, в чем как бы заслуга Это то, что здесь стоит, значит, по регулировкам Вот газовый редуктор, но он там спрятан В общем, неважно Есть такой параметр, когда ему переходить на газ То есть, ты его запускаешь на бензине И по мере прогрева он переключается на газ Так вот, здесь стоит 45 градусов У меня переход на газ Причем 45 градусов это я по рекомендации поставил Причем я, в принципе, так подумываю То есть, при следующем обслуживании Может попросить человека, чтобы он сделал 50 градусов Я знаю варианты, где на каких-то других автомобилях Там на других системах ставят 15 градусов переход на газ Но это реально очень низкая температура Редуктору испарить его сложно Летом он быстро набирает эти 45 градусов Зимой, вот даже в такую погоду То есть, ты выезжаешь, он прогревается Переключается на газ И потом в какой-то такой момент Ты, в первоначальный момент Раз, он там тык, ну то есть, когда она переключается Он так тык-тык, ну ты почувствовал, что какой-то Небольшой там, ну не дерганье, но что-то такое вот Какой-то как перебойчик был И потом он пошел То есть, это говорит о том, что Хоть он и набрал 45 градусов Но когда пошло испарение в редукторе То он начинает охлаждаться, естественно То есть, ну нужно, чтобы он нормально прогревался И вот то, что он нормально прогревается Ну то есть, ты его не насилуешь на этих низких температурах Это одна из причин, почему он нормально работает Потому что газ испаряется То есть, он не идет какой-то холодный Полу там, жидкофазный И со всеми вытекающими обстоятельствами Ну плюс, как бы, да, можно сказать, что это Хонда Это не какое-то говнище Это Хонда, которая нормально ходит с газом Вот, но тем не менее, факт остается фактом Причем, у меня бензин здесь включается Что-то там по параметрам, что-то там на 8 тысячах А отсечка у меня, если что, на 7200 стандартно Я ничего не менял Ну то есть, он крутится до 6-7 на газу Вполне адекватно, вполне отлично Никаких проблем в этом нет Так что, все эти рассказы, что-то там выгорает Все выгорает, когда настроено через задницу и неправильно Вот тогда выгорает, когда вот это начинаются какие-то там экономии, еще чего-то Ну и извечный вопрос Сыки-жре-сыки-пре Какой же расход и тому подобное Значит, я замечал уже не раз, не два Уже вот это вот подтверждено на практике очень много раз Значит, расход здесь такой Если ты едешь 90 на пятой передаче потихонечку Ну то есть, не обгоняя там, без кондиционеров Вот 90 по трассе У тебя расход газа будет где-то около 10-9 литров Ну то есть, где-то 9,5, ну может там меньше 10 Где-то вот в этих параметрах, ну где-то около десятки у тебя будет расход газа Там 9,5, ну там какие-то подъемы округлим до 10 литров То есть, так как ты же не один едешь там, еще с людьми, с какими-то шмотками Если ты на нем по трассе едешь 160-180 Тапок в пол, обгоняешь все, что можешь обогнать и тому подобное Знаете, какой здесь расход? 11,5 литров Ну там 11-11,5 Ну то есть, вот эти вот приколы, что Здесь оно не работает, что если ты будешь ехать 90 У тебя расход будет там 6 литров Если ты будешь ехать 160, то у тебя будет там 13 литров Двигатель 2,4 Это не какой-то там 5-литровый Там где действительно, когда ты его начинаешь крутить За счет объема он начинает потреблять Ну ты объем должен кормить Тут без всяких как бы но и тому подобное Плюс автомобиль сам по себе не сверх тяжелый Ну я имею ввиду, а именно объем, вес автомобиля и так далее Кстати на 2-х литровых расход больше Потому что они менее мощные Тоже на практике замечено Поэтому расход здесь И то же самое касается по городу По городу в самых таких вот ситуациях, когда жара, кондиционер у тебя Какие-то пробки Ну расход вот в таком, именно вот стоялого-стоялого Где-то около 14-14,5 литров был Ну это самый такой, самый-самый Вот в такую вот погоду, когда ты ездишь По городу По городу у тебя расход где-то в районе 12 Ну то есть если там с какими-то лютыми пробками Ну может быть ну 13 у тебя будет расход Если ты будешь просто там где-то греться, стоять, еще что-то То есть расход вполне вменяемый То есть нету такого, что так без нагрузки Он у тебя там 5 литров хавает, а с нагрузкой 25 Такого нету Поэтому ездить абсолютно адекватно Особенно вот то, что я рассказывал по трассе У тебя разница где-то в лучшем случае там литров полтора Ну максимум два это с очень большой натяжкой Литра там полтора-два газа на сотню Но одно дело ты сто километров будешь проезжать там за полтора часа Либо ты по трассе эти сто километров проедешь минут за сорок Ну к по-моему тут как бы выбор очевиден И о чем-то говорить Ну просто излишний комментарий Ну несмотря на все, что в принципе все зашибись в автомобиле Есть некоторые моменты, которые меня капец как раздражают и бесят Именно конструктивные особенности автомобиля Я решил это показать снаружи Потому что это обычно показывают из салона Но и снаружи это тоже будет видно Вот смотрите Вот эта вот часть выполнена Довольно широким Вот просто широкой балумбой То есть у тебя так идет резиновый уплотнитель Стойка, дверь Вот эта часть Ну это можно снять Ну кстати вот без этого сифонит тебе по ушам Если ты приоткрываешь окно Аж бегом То есть вот это как бы тоже не вариант убирать То есть у тебя здесь вот такая вот широкая балумба почти в ладонь И когда ты сделаешь левый поворот Откуда-либо ты выезжаешь Или ты даже просто едешь по прямой дороге Вот с этой стороны у тебя получается слева У тебя не видно пешехода И в самом начале было два раза такое Ну я никого не сбил Ну там был такой Ну типа откуда ты взялся блин Ну то есть реально не видно Особенно если ты едешь ночью Вот когда освещение плохое Это капец И для того чтобы вот этого не было То есть ты все время сидишь на сидении Ты все время ссовываешься вперед Назад Ну типа наклоняешься туда-сюда Ну типа ты должен заглянуть Отсюда, отсюда Еще раз отсюда, еще раз отсюда Чтобы убедиться что там нет никаких пешеходов Ну так по автомобилям то в принципе автомобиль большой Его плюс-минус видно Я не помню такой ситуации Чтобы я не заметил где-нибудь тачку Ну вот именно что касается пешеходов Ну это блин вот реально жесть Просто жесть То есть вот этот момент меня раздражает Бесит просто катастрофически Во всем остальном Ну как бы вроде удобно Ничего плохого сказать не могу Но вот с этой стороны Таких таких проблем нет Ты просто сидишь дальше Вот от этой вот стойки И тебе видно все прекрасно отлично Второй момент Который меня здесь раздражает И очень сильно огорчает Это ребята на самом деле Зеркала заднего вида Нет не в том формате Что они как-то выглядят Я вообще к внешнему виду Очень как бы непривередлив И мне главное функционал Дело не в том как они выглядят А дело в том какой функционал Они выполняют Обзор в них Крайне паскудный Вот я ездил на разных тачках Даже на том же самом Старом 123 Мерседесе Казалось бы Как бы старый Как бы что там Но обзор в эти зеркала Ну крайне херовый Ну то есть им Не хватает немножко Я не знаю как это правильно называется Называется Ну типа это Глинзоватость Извините меня за термин Сейчас в комментах мне напишут Что неправильно говоришь Но вот этот момент Там где широкий обзор То есть вот Им бы сделать обзор Пошире хотя бы процентов на 30 И было бы нормально То есть не надо там захватывать Всю трассу с обочиной И со встречкой Ну как бы Сделать И хоть тут оно и делится Вот это зеркало Типа на Вот оно разделение Вот здесь вот Больше Ну сейчас увидите Ну то есть Вот оно То есть оно переливается Что типа тут обзор должен быть больше Ни хера оно не видно Даже у меня на Соболе Когда я поставил Зеркала Там тоже херовыйший был обзор Я потом поставил зеркала Которые стали ставить На более современные Эти газели И даже там Там реально стал нормальный обзор То есть офигенный На MB100 у нас Я вот ездил Там реально нормальный обзор То есть вообще без проблем Вот эти зеркала Как ты их Сука Не накручи Не настраиваешь Ну реально неудобно То есть ты то видишь Что у тебя сзади Но Есть моменты Когда ты вот садишься В какую-то тачку Да И ты такой О блин Ну тут хоть зеркала Обзор нормальный Приезжала Нива Которую я показывал Макс на Ниве Там какие-то Совковые старые зеркала Стояли Вообще не совковые С 90-х еще И то там обзор был Лучше в эти зеркала Чем здесь То есть Ну вот этот Прям такой момент Ну очень грустный Ну совсем печальный Так то они Электронная регулировка Там складываются Да Вопросов нет Как бы Функционал супер Поворотничек там Моргает Зашибись Ну блин Обзор Ну вот О чем я говорю Да Лобовое стекло С этой стороны Ну в принципе Обзор адекватный Все нормально Так Ты поворачиваешься сюда Вот примерно На уровне Моей головы камеры Вы видите Насколько оно Закрывает обзор То есть у тебя Здесь зеркало Стоит Вот эта штука Затемненная И вот эта вот Балуба Ну даже если Не учитывать Что вот эту Затемненную Там зеркало Ну все равно То есть ты Пешехода Иногда Тупо Не замечаешь То есть ты Должен Стоять То есть ты так Раз Ага Здесь Ага Здесь Там никого нет Потому что пешеходы Как обычно Какой-нибудь Дрыщ в черной Нихрена не видной Куртке И тому подобное Вот И ну вот Этот момент Ну вот Теперь по обзору Что я только что говорил То есть вот он Обзор Так кажется Что обзор Вполне неплохой То есть Ну это надо на трассе Показывать я даже не знаю Как это нормально Показывать То есть это надо ехать Снимать И показывать Ну вроде бы кажется Что не плохой Но поверьте Обзор Далеко не очень Единственное Что вот это вот Зеркало Вполне адекватное Вот Единственное Что ну То есть у тебя Обзор это чисто Смотреть назад Кто тебе там Фарами поблымает По трассе Или еще что-нибудь То есть А когда ты перестраиваешься То сюда Это на жигулях Можно было повесить На копейки Там какое-то Панорамное зеркало Оно кстати у меня и висело Там такая большая штука Панорамная Которая Аж вот так вот Можно было То есть там видно было Вот с этой стороны Вот с этой стороны Ты там видел Панораму Там все-все-все Что происходит Ну такая тачка Вот Дальше Из того что Не сильно весело И хреново Это Вот этот вот Тюнинг Который здесь стоит Это вот этот вот Ну Электронный приемник Назовем это Приемник советский Потому что он реально По функционалу Я так видел Все что в нем Хорошее то что можно На блютуз подключаться И Ну там Музыку слушать Это вот Максимум что хорошего Значит Первое Его как-то поставили Здесь через задницу Почему Объясняю Вот смотрите Видите Здесь горит Кнопка Нажимаю Вот эту Раз Она загорелась Например Оп Подогрев Заднего стекла Ну Не суть Так Дело в том Что его поставили Неправильно Потому что Когда ты включаешь Габариты Он у тебя Остается Вот в таком Вот положении То есть я При запуске Там этот момент Видно что он Когда запускается Там Подсвечиваются Кнопки Ну то есть Когда ты включаешь Габариты Они должны Подсвечиваться Они ни черта Эти кнопки Не подсвечиваются Когда темень На улице Ты можешь Допустим Погасить экран Музыка при этом Играть не будет Но все будет работать Ты можешь Погасить экран Да Сейчас мне напишут Ай В пыли В пыли Да с этими Паскудными орками Тут уже Промойку В последний момент Думаешь Короче То есть Вот ты выключаешь Экран И у тебя Не видно Здесь кнопок То есть тебе Надо сделать Печку Там Вот делаешь Включаешь свет И что-то Нажимаешь Клацаешь Потом ты берешь Свет Выключаешь Так Дальше Неправильность Установки Этой херни Заключается в том Что я вам Сейчас продемонстрирую Сейчас работает двигатель Так Вот смотрите Я включаю свет Так Вот я включил свет А теперь Я надеюсь Вот он у меня Микрофон Так Вот он Давайте послушаем Слышите Такой Зуммер Треск Такой То есть Идет Какая-то Наводка По сети И вот это Вот все Нужно ставить Через Гальваническую Развязку Ну то есть Чтобы сюда Приходило Питание Без Какой-то Наводки Из Бортсети Этого Естественно Нихера Не сделали Поэтому Вот такой Вот мерзкий Зуммер Вот этот Звенит Но Те Разрежает Причем Если Ты Сделаешь Вот Так О Она Выключается То есть Динамики Усилитель Выключается Причем Неважно Звук У тебя Здесь Есть Нет У Вот у Меня Здесь На руле Например Вот Ты можешь Звук Там Добавить Убрать Ты можешь Вообще Вырубить Можешь Врубить Без разницы Оно Все время Гудит Зумерит И тому Подобное Так Я же Не говорю За сам Прибор За его Глючность Например Чтобы Подсоединился Он у тебя На bluetooth То есть Телефон У тебя Подсоединяется Вот Андер Джоли Роджер Running Wild Вот На телефоне Пошла музыка Да Паузу Делал Вот он Bluetooth Надо Врубиться Он иногда Сам Врубается Иногда Не сам То есть Вот Подключение Типа Все Вот Отстройство Активно А теперь В чем Прикол Смотрите То есть Смотрите Врубаем Пошел Да Вон Пошел 17 секунд Перемотать Можно Музла Нету Музла Нету А нету Музла Почему Потому что Нужно сделать Вот так Нажать На bluetooth О Все Я звук Вырубил Вот только Так он Подключается Ну то есть Само по себе Хренатень Глючная Что Я не знаю Что То есть Вытащить Что Его подключить Чтобы Зумер Этого Не было Можно Но Сама Вот эта Хрень Глюковая Ну то есть Так у меня Кстати есть Родная Штука Сюда Можно Поставить Но опять же Такие Ну пока Оно Работает Меня это Особо Не раздражало И времени Вот сейчас Этим Заниматься Особо Нету Как бы Говорю Честно Ну смотрите Как бы Вот в целом То что Я рассказал Это как бы Мелочи Оно Ну там Раздражает Да Вот эти Моменты Но в целом Это мелочи Если Смотреть В общем То как я Уже говорил У меня За эти 80 тысяч В принципе Никаких Глобальных Серьезных Поломок Еще чего То не было И в принципе Я тачкой Довольный Хотя я понимаю Что это 2007 год И сколько Ну это уже 15 лет Автомобилю То есть Автомобиль В принципе Ну не в принципе Он объективно Старый Да Ну то есть Как бы Уже Какие то Моменты Новшества И тому подобное То есть Автомобиль Старый Но Несмотря на это То есть Реально Он достойный Кстати Вот Я не сказал Еще Такой момент По поводу Газа И тому подобное У меня стоит Два баллона Газовых Общей емкостью Я заправлял Где то 119 литров Но есть Такой Момент Проблема Что когда ты Например Ездишь Зимой И ты по трассе Куда то Едешь У тебя Заканчивается Газ Ну то есть Он переходит на бензин Когда Газа Остается Еще где то Литров 10-15 Ну потому что Баллон Большой Он охлаждается И уже Так газ Не поступает К этому Редуктору То есть Он реально Ну Реально Ему Ну то есть Такой Сухой остаток Летом Такого нет Летом Ты можешь Выкатать Более менее Полноценно Там может Литр 3 Останется Максимум И то не факт А вот Зимой Такая штука Но тем не менее Это меня охренеть Как выручило Когда Мрази эти свинособачьи Пришли У меня был полный бак бензина Это 60 По-моему 5 литров Или 60 И полный баллон газа Автономность хода У меня Я ездил Я считал Я считал Должно быть Где-то Около 2 200 Километров Но вот Я ездил 2000 Километров То есть У меня 1100 Я на газу Проехал И остальное Я проехал На бензине Там Ну не 2000 А где-то Около Получилось Там что-то 1900 С чем-то Причем Кстати Я до этого На бензине Ездил Бензина Он Когда ты Нормальный Бензин Сюда заливаешь Там есть Разница В расходе Действительно То есть По трассе Если ты будешь Не наваливать И ехать Адекватно Он будет Есть Свои паспортные Где-то Около 7 Когда ты Будешь Ехать Чуть веселее Он будет Хавать Где-то Около 9 Литров То есть Там Как бы Ощутимая Разница По сомнению С газом И запас Хода Где-то Около 2000 Там Должно Было Быть Ну не 2200 Я считал Там Две С чем-то Ну Как бы Нормальный Запас хода Без Дозаправки То есть Можно Далеко Уехать И Не стоять В очередях Когда Особенно Топлива Нет Так что Это Как оказалось Практика Полезная Штука Хотя С меня Смеялись Там Многие Когда я Баллон Второй Ставил Типа Нахрен Надо Заправка Каждые 5 Километров Чего ты Там То Ну Вот Нет Как Показала Практика Надо Вот В общем Это Такой Видос Был Второй Год Я Так Езжу То есть Зимой Там Где-то В январе Будет Или нет В феврале Будет Года Два Как я Езжу С подбитым Бамером У меня Даже Фара Есть Мне Артем Подарил То есть Надо Поставить Ну Все Никак Не Заняться Не Время Я же Говорю Для меня Внешний Вид Как бы Это Не Основное Для Меня Важен Функционал Ну Да Я Езжу На Тачке Каждый День Поэтому Тачка Эксплуатируется Со всеми Вытекающими Вот В общем Ладно На этом У меня Все Пишите Комменты Ставьте Лайки Дизлайки А Слина Собаки Пошли